Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И у нас сегодня новый выпуск. Как вы знаете, мы вернулись на Гренаду после небольшого отпуска. И самое интересное нас ждет сейчас, потому что через два дня после того, как мы вернулись, сюда приходит очень плохая погода. Итак, наша задача сделать следующее. Нам нужно проверить все системы, потому что если мы получим пендель от нашей прекрасной планеты, от этой погоды, то мы должны быть к этому готовы, чтобы мы могли в крайнем случае что-то сделать и спастись. Итак, сильно ничего трагичного нам не обещают, но тем не менее я предпочитаю подстраховаться. И это то, чем мы будем сейчас с вами заниматься. Вот как выглядит сейчас то, что приближается. Приближается она к островам, которые находятся вот здесь внизу. Мы находимся на Гренаде. И вот такая вот штука проходит мимо. Мы выкачали прогноз, который предлагают американцы. Выглядит он следующим образом. Вот то, что говорят американцы, что скорость ветра будет до 65 км в час. То есть это где-то до 30 узлов, там, ну, может, 35. Эпицентр будет находиться от 205 км от центра. Ну и, собственно, все это произойдет сегодня по местному времени в 8 вечера. А сейчас у нас 10 утра, поэтому у нас есть шанс подготовиться. Такс, а вот картинка, которая предлагается нам. То есть вот вы видите сам вот этот циклон. Я не знаю, что это, не циклон, а шторм. И он идет вот здесь по нижним островам, как раз где мы находимся. И вот где вы видите внизу Сан-Джордж, это то место, где находимся мы. То есть вот здесь вот оно. Вот, поэтому здесь мы, конечно, получим немного ваш задницы. Но сейчас я покажу еще одну картинку, как, собственно, это все планирует проходиться и где зоны каких давлений. Вот вы видите, как формируется. Вот отсюда он выходил. Это Африка, это начало формирования в районе Капа-Верде. Потом он вот идет. И там, где мы находимся, здесь такой значок, это зона формирования штормов. И, соответственно, вот здесь наверху тоже зона формирования штормов. Теперь давайте посмотрим чуть-чуть более детально. Вот у нас есть как раз зона прохождения. То есть здесь давление 10,10, здесь 10,05. То есть не очень большое изменение. И здесь, в принципе, давление практически не меняется. То есть в этом случае будет просто плохая погода. Но есть еще один вариант прогноза развития событий. График о том, как проходит. То есть вы видите, нижнюю часть она будет проходить одинаково. И потом уже вот здесь выше, возле Багам, есть шанс, что он уйдет вверх. Вы помните, здесь была зона формирования шторма. Это значит, что здесь находится зона низкого давления. Ну и есть вариант, что он уйдет туда, куда-то к Флориде или к Мексике. Но пока вот так вот. На картинке видно, как это все выглядит. Вот эта линеечка. Это острова. Ну и вот сейчас это покрыто все вот таким вот завесой из туч и облаков. Видите, здесь давление 10,10, здесь 11. И вот в районе Флориды там 990. Вот это вот серьезно может, конечно, ввалить. А пока это все не страшно. То, собственно, чем мы привязаны к БУЮ. Там они у нас за время стоянки немножечко повреждены. Поэтому сейчас нужно сделать, я их подтяну чуть-чуть. Чтобы они просто ставили на другое место. И вот там вот видно, на самом швартовом немножко идет повреждение. Короче, надо будет сделать еще один швартовый. Просто так на всякий случай. Типа вот этого. И провести его через просто петлю. Ну так, на всякий случай, чтобы мы надежно стояли. Ну там так протяжся прям. Да, да, да. Ну это мы потом проверим. Это я на тузике поеду, сейчас подвяжу его. Так, проверяем мотор. Спустился. Так, вода назад пошла. Как и дождь. Как и дождь. Так, ну это все, как вы понимаете, нужно для того. Это все, как вы понимаете, нужно для того, чтобы на всякий случай, если что-то пойдет не так, чтобы у нас была возможность и маневрировать, и вообще делать какие-то действия. Сиюминутно. Сиюминутно, моментально. Риск метигейшн. То есть я хочу, чтобы у нас в случае чего был всегда и план B, и C, и D, и вот весь по списку, и чтобы мы были в безопасности. Все работало. Все, как выглядит погода в реальности. Вот вы видите, все затянуто тучами. Идет дождь. И он идет вот где-то больше, где-то меньше. Вы видите, какое все серое. Это все затянуто тучами. Ну и вот там видно небольшие просветы, как вот это вот все подтягивает. Ну и вы видите, лодки сейчас расположены носом с этой стороны. Это значит, что туча идет оттуда, вот так. И под нее натягивает, натягивает и натягивает. Степенно дождь все усиливается, усиливается. Вот тут видно прямо по воде. Красиво. В ожидании чуда. Теперь не скоро. Видно прямо вот какая пелена идет, это все дождь. Пришел такие. Пришел. Но это еще рано. Сам пик будет на 8 вечера. Пока это просто такая срань подходит. Вот эта вот ручка болтается. Надо будет ее сейчас подтянуть, нечесть под нее будет капать. И так делаем со всеми окнами. Вот видите, лодки уже развернуты немножечко по-другому. Это значит, что вот этот микро-штормик, он проходит и под тучи натягивает, и потом из-под туч будет поддувать. То есть лодки начинают вращаться там, вот так вот, как мы видим. То есть сейчас изменение угла. И потом, после этого вы увидите, как нас развернет в обратную сторону. Мы будем стоять лицом отсюда. И так будет проходить каждый раз, когда будут проходить тучи такие, ну, насыщенные с дождем. Тут, кстати, за счет того, что вода сливается с гор, вы видите, сколько земли нанесло, какая желтая вода сейчас находится вокруг. Ну, и дождь усиливается. Но, как вы видите, нас уже развернуло. Развернуло прямо в обратную сторону. Так что вот так вот стоим теперь. Дождь усиливается. Дождь усиливается, уже вообще ничего не видно вокруг. Зато нам налило полное ведро воды. У нас начал протекать тент. Ну, это там где шок альфовный. Ну, да, наверное. Заливает так бодренько. Он уже у нас тузик наполовину водой полный. Видишь, что я оптимист? Не полупустой. Да, очень хорошо. Потому что терпать не равно себе. Может, сегодня не видно. А вот. Сейчас. Ни хитая. А заливает так вот. Соседние лодки вообще не видно почти. С горы стекает вода. И вот вы видите, такая она рыжая. Вот прямо, прямо вот видно, видно, видно хорошо. Прямо границу. Ого, там вот сбоку под домом видно, как она истекает. Там прямо сбоку под желтым домом. Там вдалеке видно, как вода бурлит прямо. Вот если вперед посмотреть, вот видно, там такая темнота спереди. Вот эта вот темнота спереди, это вот, видите, она тут прямо такая аж фиолетовая. Это вот и есть как раз вот то, что проходило мимо. И оно будет вот такими фронтами проходить постоянно. Ух ты! Смотри, каким потопом. Да, да, вот это вот коричневое идет прямо к нам. Прутяк. Оно уже начинает касаться от лодок. Ее скоро растворит. Мы следуем все, смотри. Уже все крашиваются щедри, кроме катамарана красного. Да, вот оно, вот оно. Ну что, прикольно. Вот сейчас хорошо видно, такая четкая грань идет на воде. Надо бежать, нет времени объяснять. Слушай, такая наша вода, зато такая глубокая, да? Какая-то наш тузик прокватила. Тузик уже все в воде? Да. Класс. Причем так видно, как она по поверхности, да, снизу, снизу нормальная вода. По поверхности распространяется. Спасите тузик. Тузик уже не помочь. Его надо отпилить. Бросаем тузик. Бежим, да? Ну вот и все. Ситуация еще изменилась. Вот увидите, вот эта вот вся вода ушла обратно и появилась волна. Хоть мы и закрыты от рифа, вернее, рифом. Начинает надувать, потому что идет, видимо, большой фронт, поднимается сильный ветер и начинает волна идти сюда. Да, и вот вы видите, нас развернуло сейчас всех. Мы стоим от берега наружу. И вот идет вот эта волна, о которой я вам говорил. Надувает под вот эту большую какашку, которая ожидается. Начался дождь. Он идет вот с той стороны, хотя тучи приходят с этой стороны. И вот смотрите, волна стихла, потому что лодки развернули на остров. То есть вот этот вот весь фронт он просто повернул чуть-чуть правее. Это же все крутит, это все проходит мимо. И вот вы видите, сейчас более-менее ровно стоим. Вот у нас опять тут началось вот это вот дутье. Он можно посмотреть, как болтают лодки. Ну то есть ничего особенного, на самом деле не фатального. Но ветерочек такой, наверное, узлов под 30 сейчас есть. Ну и при этом идет дождь, что такая гадость течет все время. И нас так побалтывает. Короче, такое не очень приятное время, но ничего особенно страшного пока не происходит. Мы закрепились. Вот, кстати, волна, вот вы видите, небольшую подняла. Ну это просто ветровая волна, которую успевает разогнать от рифа. Вот вы видите остров, он там заканчивается. Ну и, собственно, вот оттуда эту волну успевает разогнать, потому что риф нас полностью закрывает от морского океанического свела. Ну и волна такая, ну там, как волной назвать нельзя. Хорошо, что мы стоим носом. Это нас от боковой качки убирает. Ну так бы просто гупало. Чтобы волну лучше понять, я тут сбоку вот катамаран, видите, как волна проходит. Налил себе бокальчик рома и вот пережидаем. Что-то у них там не очень хорошо, судя по всему, потому что народ начал съезжаться. Спрятался, наверное. Какого-то из вот этих вот двух, по-моему, несет, потому что они как-то очень близко стали рядышком друг с другом. Смотрите, не на буях, они стоят на якорях, а здесь глубина 15 метров. Тут метров нужно 80-100 для такой погоды, чтобы чувствовать себя более-менее уверенно. Ребята на катамаране стали, вот чуть-чуть спереди, буквально вот совсем чуть-чуть мель. И они туда, видно, забросили якорь. И тут расстояние, на котором они стоят, метров 20 до этого катамарана. И если что-то пойдет не так, то, думаю, ничего хорошего не будет. Да, стра-сюжетненько. Это стопудняк, ребята, они выматываются сейчас. Гата, ты там тоже полегче, а то, блин, такие волны. Говорю, такие волны. Веревку там не зажуй никакую. Поеду, пацанам помогу. Давай. Там он уже один приехал. Дед, говорю, дед вон еще какой-то есть. Уехал, гата, помогать, если надо, с катамараном. Там рядом мель, проблема в том, что прям рядом. Уже три туза. Четыре туза. Вот эта красная куртка, это Сережа. На тузике. По-моему, они просто все его сопровождают. Конвой из четырех тузов. Там вот за катамараном видно, палка торчит, это мель. Ну, так видно, что там дно светлое. Возвращается гата, сейчас расскажет, что у них там заостровая сюжетка была. С этим катамараном. О-о-о, полегче, барниша. Да, такие чувака снесло с якорем. У него было малое количество цепи. И у него не работал один мотор. Поэтому все ему уперлись во второй поплавок и газу. И он просто лаки, потому что его пронесло мимо этого рифа мимо. Буквально там в метре, наверное. Повезло. А сколько там чуваков на лодке? Там двое, и один из них управляет соседним катамараном. Он встал возле катамарана метров 15. Я не знаю, я бы вот в такой погоде так бы вот точно не стоял. Но это его личное дело, его ответственность. Они будут друг за другом присматривать. Они будут друг за другом присматривать. Он говорит, идемте типа в бар. А все, и гигг, да не, мы на своих лодках постоим. Да, да, да. У нас бар дома. Ну, короче, все нормально. У нас тут продолжение всей колбасятины. Волны чуть увеличились. С другой стороны у нас выглядит это все вот так вот. То есть все затянуто. Там видно, как слева волны разбиваются. Вот видите, там вот вдалеке вот куча лодок стоит, а лево там открытый проход, откуда, собственно, из этого пролива надувает. Ну, вот так это сейчас у нас все. Ну, вот ночью все так же дует, только нифига не видно. Ну, вряд ли что-то получится здесь ярче. Вот эти все огоньки, это все якорные огни. Якорная стоянка, на якорях стоят лодки. Вот там вот вдалеке вы видите катамаран. Это тот, которого мы спасали, но вроде он стал хорошо. Ну, а здесь все так же. Огоньки. Так, новый день. Что он нам принес? Естественно, уже плохая погода, она прошла мимо. И сейчас то, что у нас есть, это просто остатки. То есть вот, видите, там для сравнения, как яхту болтает. То есть уже там волны подуспокоились. Но еще, конечно, не совсем ровный яхтинг. Ну, так, чуть-чуть побалтывает. Вот видите, уже какое небо стало красивое. Но задувает еще хорошо, задувает еще сильно. Но это уже все остатки, это уже мелочи. Вот, друзья, такой вот он карибский яхтинг. Иногда проходят такие погодные условия. И мы будем держать дальше вас в курсе, как это жить на лодке, как это проводить время на воде в различных условиях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, проверьте, есть ли у вас колокольчик, комменты. Ну, в общем, все, чтобы канал рос. До встречи уже через несколько дней. Пока. Субтитры подогнал «Симон»